Добро пожаловать в шоу «Безумный инвестор». Добро пожаловать в шоу, в котором мы покупаем активы, придерживаясь принципов стратегии. В общих словах, стратегия заключается в том, что мы покупаем актив, который сильнее всего просел за предыдущий день. Итак, сегодня на рынке продолжалось лакханалия. Вчера экстренное снижение стак к федрезервам не принесло никаких положительных плодов. СНП продолжил падение и снизился более чем на 11% к закрытию торговой сессии. Российский рынок падал также, но на скромные 2,5%, европейские рынки в среднем на 5%. На фоне этого продолжалось снижаться золото, его потери составили около 1,5% при закрытии, и дальше после закрытия оно продолжает снижаться. Но поскольку снизилась доходность облигаций, выросло именно тело этих облигаций, сами облигации выросли в цене, и довольно неплохая динамика сегодня прослеживалась по этому эксперименту, что говорит о том, что инвесторы настроены на продолжение падения индексов. Паника захватила рынки. Все главные новости только о коронавирусе. Коронавирус продолжает распространяться. В Европе ситуация плачевная. Многие предприятия закрывают свои заводы, закрываются школы, рестораны, спрещаются перелеты, закрываются границы. Сегодня Лукашенко был очень доволен тем, что Российской Федерацией прикрыла границу, выбирала Ларусь. Вот. Соответственно, ситуация, наверное, в рынке нагнетается. Все больше и больше. Индекс X вырос, наверное, по-моему, на 35%, что говорит само себя. Вот. Я наблюдаю эту картину, все поедет, мне все нравится, я наслаждаюсь тем, что происходит на рынке, потому что такие вещи происходят раз в 10 лет. Я смотрю на этот просто какой-то сериал. Я сейчас не имею в виду распространение коронавируса, потому что, конечно же, мне жалко люди, которые страдают из-за этой болезни, и хотелось бы, чтобы она побыстрее ушла. И мне прекрасно понятно, что разворот на рынке произойдет только после того, как либо будет представлена вакцина, либо в Европе и в США удастся локализовать распространение вируса, хотя бы таким образом, как это получилось сделать в Китае. Вот. Что еще сегодня из новостей? Американские банки прекратили программу выхода собственных акций, связанных с тем, что они уже не уверены в дальнейшем росте рынка, и с лестницей определенности отложили это все до середины текущего года. Некоторые биржи запретили работать в шорт. Например, я точно слышал, что шорт-позиции запрещены в Корее. Некоторые биржи вообще ушли в отпуск. Соответственно, сегодня на S&P была показана планты с самого начала торгов. То есть, творится настоящее вакханалие. Но это никак не повлияет на наш эксперимент, а поэтому я предлагаю открыть наш портфель. Так как мы видим, падение золота сегодня заставило снизиться наш портфель на 41 доллар. Но мы будем продолжать наш эксперимент, и давайте посмотрим, что у нас происходило с тремя акциями, которые участвуют в эксперименте. Индекс ETF на S&P 500 сегодня снизился на 11,6%, и именно этот инструмент мы будем добавлять в портфель. Обратите внимание на эту свечку. Выглядит она угрожающе. Я думаю, что завтра мы продолжим падать. Кстати говоря, 20 марта будет экспирация фьючерсов на S&P, и возможный отскок я связываю с этим событием. Поэтому раньше 20-го я никакого роста сейчас не ожидал. Далее, золото. Золото у нас, и технозолото GFG, снизился на 1%. Соответственно, сегодня покупок мы не будем. И третий инструмент – это длинные облигации Ticker TLT. И сегодня была отличная динамика, рост на 6,4%. И, как вы видите, на премаркете продолжает покупать длинные облигации, что также подтверждает то, что падение, скорее всего, продолжится, нежели чем мы видим отскок за. Переходим в портфель и совершаем сделку индекс TOO. Мы можем купить 5 акций. Это будет чуть больше, чем 1000 долларов, но если определять, то и получается не 5. Не забываем комиссию в 1 доллар и добавляем актив в портфель. Так, теперь мы видим, что наличность у нас уменьшилась и составляет 7902 доллара. И у нас появились теперь уже целых 2 актива в портфелях. Что же, я думаю, что больше мне сказать нечего. На этом второй выпуск, я считаю, окончен. Смотрите нас завтра. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите какие-то предложения, что вам нравится, что не нравится. Завтра будет очередной безумный день. Безумный день на безумном инвесторе. Я всем желаю здоровья, это самое главное. До встречи на этом канале. С самого начала у меня была какая-то тактика, и я ее придерживался. Продолжение следует...